Реализацию региональной программы развития инфраструктуры военных городков обсуждали в Монино. Совещание в городском поселении провел министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин. Его обеспокоенность вызвали низкие темпы работ. На сегодняшний день в целом средства на всю инфраструктуру более 500 миллионов. Но на сегодняшний день шли работы, которые надо было оплатить по станции обезжелезованные и кабельным сетям. В этом году работы сделаны на 50%, остальные переходят на 2017 год. В ходе совещания были внесены изменения в план работы и определены источники их софинансирования. В очень категоричной форме подсказали им, откуда взять деньги на софинансирование. Потому что мы все-таки провели до этого предварительно достаточно большой объем работы, чтобы получить кредит в банке и, соответственно, межфинансовое кредитование, межбюджетное кредитование организовать. Но не увидели то, что они посчитали эти деньги и не вложили их в софинансирование, исполнение программы по моему, но теперь вложат. Далее встреча с дольщиками жилого комплекса «Вега» в микрорайоне «Радиоцентр». Люди ждут ввода в эксплуатацию трех домов. Строительство двух практически завершено. Остался третий. На предыдущей встрече с дольщиками застройщик обещал сдать дома к Новому году. Однако в сроки не уложился. Застройщик обещал сроки к Новому году выполнить. Он их не выполнил. Сейчас опять очередная оттяжка сроков идет. Причины понятны, что у них нет финансирования. Сдвиги есть и большие сдвиги, но этих сдвигов недостаточно для того, чтобы ввести дома в эксплуатацию. Ситуация осложнена тем, что сдать дома по отдельности застройщик не может. Только в комплексе. Поэтому дольщики вынуждены ждать окончания строительства всех объектов. Третий дом у нас готов на 100%. Первый дом готов на 98%. Второй дом готов на 95%. Сдача домов состоится, я надеюсь, что в январе мы получим акты о завершении строительства на первый и третий дома. И мы рассчитываем в феврале, где-то к концу февраля, уже податься на второй дом на завершение. С нетерпением ожидают и окончание строительства детских садов. Объекты в Первом советском переулке и Новом городке находятся на финальной стадии готовности. Необходимо пройти проверку надзорных органов. До Нового года вряд ли мы эти садики сдадим в полном объеме. Но тем не менее, их все равно надо сдавать. Все равно надо заставить людей по максимуму представить надзорным органам, для того, чтобы получить на них лицензию. Мы не имеем права, чтобы после Нового года дети не пошли в садик. Хотя бы сначала первично на дневное пребывание, а потом, соответственно, на полное пребывание. Новый год не за горами. До главного зимнего праздника осталось совсем чуть-чуть. И если площадь Ленина и улица Парковая уже готовы к встрече Нового года, наряжены и украшены, то атмосфера в городском парке и в Щелковском районном культурном комплексе Алексея Валова не впечатлила. Мы хотим, чтобы, может быть, какие-то были развлекательные конкурсы. Ну, допустим, какие-то... То есть на входе в парк вас должна встречать программа какая-то в виде каких-то там клоунов или... Нет, почему клоунов? Просто какие-то спортивные, может быть, небольшие соревнования. Дело в том, что праздничное настроение начинается со входа. Ни там, ни там я это не почувствовал. Ни в парке, ни в РДК должна быть соответствующая музыка, соответствующая аниматоры, которые встречают, заводят в атмосферу праздника и взрослых, и детей. Этого я не увидел. Обидно. Поработаем. Я думаю, что ситуация резко изменится. В завершении визит, пожалуй, без жителей. Жильцы дома номер 15, корпус 3 на улице Космодемьянской обратились на горячую линию администрации. В подвале прорвало канализацию. Прорыв произошел где-то неделю назад. Засор, конечно, устранили быстро, но, к сожалению, вот с трубой пришлось ждать нам. Никаких работ, кроме как устранения засора, проведено не было. И вот подрядная организация обещала нам на следующей неделе заменить неисправную трубу. Следующий год я лично для себя являю годом ЖКХ. Надо коренным образом изменить ситуацию в этой отрасли. Дарья Соснегова, Сергей Василевский и телерадиокомпания «Щелково».